Всем привет! Кто смотрит Игру Престолов, напишите ваше мнение, как вам старт восьмого сезона. А я же просто хотел сказать насчет спойлера в конце. Хотя, нет, не так. Ну вот так-то лучше. В конце видео будет спойлер. Приятного просмотра. Всем привет и добро пожаловать на канал Конг. С вами Кин и рубрика Сходил я значит на. Рубрика, где я буду высказывать свое мнение о фильме, на который сходил. А сходил я значит на. Фильм расскажет нам о Хеллбое. Демоне, стоящем на страже сверхъестественного и не только порядка. Я вообще-то за вас! Но покой нам только снится, так как к жизни возвращается могущественная древняя ведьма Нимоя. В НИМОЙ! А это само собой значит, что к красному мужику пора на работу. И для начала я хотел бы заметить, что я не раз натыкался на срач под новостями о новом Хеллбое. По типу, уууу, новый Хеллбой, говно, страшный говно, вот новый крутой, но реально лучше. Друзья, дальше я буду высказывать свое субъективное мнение. Пожалуйста, не кидайтесь меня помидорами. Ох, лично как по мне, это как сравнивать Риану и Рамштайн. И там, и там музыка. И там, и там она хорошая. Но суть в том, что она разная. Так и тут, у нас есть несколько фильмов про одного и того же персонажа. Да, они разные. Но как по мне, они все хорошие. Да, мне понравился новый Хеллбой. Просто для меня каждый из этих фильмов хорош чем-то своим. У Дель Торо это драма и комедия. У Маршалла это ужасы и комедия. Блин, да мне кажется, если им объединиться, то про этого персонажа выйдет легендарный фильм. Хотя буду честен, я что в старом Хеллбое, что в новом Хеллбое видел свои косяки. Но несмотря на них, смотреть было все равно интересно. Да, да, да. Готовьте ваши томаты в боевую готовность. Потому что фильм мне понравился. Скажу даже больше. От него я получил в разы больше удовольствия, чем от того же Шазама. И это даже при условии, что Шазама я люблю больше. Как-никак поклонник вселенной DC. А Хеллбой для меня сторонний персонаж. Ладно, скажу иначе. От Хелла я получил намного больше ядерного эмоционального заряда, чем от всех недавно просмотренных фильмов. Возьму, к примеру, тот же фильм Шазам. Да, он милый, веселый, добрый, смешной и безумно мне понравился. Но в нем не было какого-то жесткого или жестокого угара. Не, ну оно-то и понятно. Фильм-то, как по мне, по большей части детский. Здесь же этот угар прям лился с экрана. И я сужу не только по себе. Все, кто попал в мое поле зрения в зале, были в восторге от происходящего. Самое главное, что вы должны понимать, что это аттракцион. Аттракцион черного юмора. И если с чем-то сравнивать, то я бы сказал, что у нас тут один из последних форсажей. В Сайлент Хилле. Вообще, мне кажется, что на стадии производства фильма к режиссеру подошли и спросили. Сколько способов убийства человека монстром ты знаешь? Ну, штук 30-50. Хренач. Хренач. О да, чего-чего, жестокости, кровавости и насилия с юмором в этом фильме хватает. И что я не могу не подметить, то, что фильм хоть и снят за смешные по блокбастер меркам 50 миллионов долларов, визуал в нем просто шикарен. Ой, просто я никак не могу отойти от смертных грехов Шазама. А в него на минуточку вложили на 50 миллионов больше. Повторюсь, что идя на фильм, вы должны понимать, что вы идете на кровавые американские горки. Здесь не будет сюжетов Интерстеллара и драмы Хаттика. Этот фильм это просто драйвовый угар. От чего-то хорошего к чему-то плохому. Поговорим о минусах. Основной для себя могу выделить, что в фильме очень много сюжетных линий. И всех их по хронометражу не получается раскрыть. Хотя, оговорюсь сразу, хоть линий и много, но каждый их персонаж мне понравился. Хеллбой. Элис. Бен. Нимуэ. Бибоп. Ладно. Груагах. И даже эпизодическая Баба-Яга. Абсолютно все персонажи мне зашли. Их дизайн, их поведение, актеры, подобранные на роль. Мне все понравилось. Вкратце расскажу про основных персонажей. Во-первых, ведьма Нимуэ. Лично для меня, милый оч, хоть иногда и снимается в ээээ фильмах, но она всегда прекрасна. Никакая? Нет, ты прекрасна. И радую то, что Нимуэ получилась не простым злодеем, а злодеем с мотивацией. Хоть и простой, как три копейки, но все же. Монстры тоже хотят жить в этом мире. Но им мешают люди. Нимуэ, как представитель мира монстров, хочет расчистить мир. И все. Ведь, согласитесь, все мы хотим жить в мире без воин. Вот и монстры также. Но я думаю, вы сами понимаете, что монстры с людьми в мире по-любому жить не будут. Либо какие-то из них захотят нас сожрать, либо какие-то из нас по фактору страха, или для защиты начнут их убивать. Все просто. И поэтому монстры хотят зачистки земли от нас. Хелл, адский мужик, бой. Ох, повторюсь, сколько же срачей я наблюдал на его тему за последнее время. И весь этот срач можно свести к двум итогам. Харбор Сосай, Харбор Красавчик. Напоминаю, что это видео субъективное. И, как по мне, Харбор отличный хеллбой. Вы серьезно? Да, он не Перлман. Но и фильмы со взглядами на героя абсолютно разные. Скажу так, Перлман для меня отлично тянул мелодраматическую линию. У Харбора же этой линии вообще нету. Но он отлично тянет трагедию на фоне отношений с отцом и на фоне предрешенной судьбы уничтожителя мира. И на фоне этой трагедии он все еще остается брутальным, жестким, веселым мужиком. Если сравнивать с тем же Форсажем, то у нас тут Скала Джонс. Он большой, простоватый, добрый и сильный мужик. Также я хотел бы заметить по поводу противостояния Нимуэ и Хеллбоя. Из-за насыщенности фильма их финальный раунд прошел уж очень быстро. И при этом на фоне творилась такая крутотень, от которой аж глаза искрились. Ну, по крайней мере у меня. Людей резали, рвали, жрали, натыкали на длинные острые ноги. В общем, монстры развлекались как могли. По поводу дуэта Бена и Элис. Их подноготную, снова же, как я понимаю, из-за насыщенности фильма, нормально не раскрыли. Кинули пару флэшбеков и все. Но пока они на экране, за ними интересно наблюдать. Они не бесячие помощники, а полноценные герои со своими характерами. Только жаль, вот большая часть их прошлого осталась за кадром. На этом с основной частью я заканчиваю и предлагаю пройти в зону спойлеров. А всем же, кто не желает знать сколько сантиметров у Хеллбоя, я говорю пока. Шучу, шучу, там такого не будет. Наверное. И сколько людей, столько и мнений. Но если же вам все понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также внизу вы найдете ссылки на мой инстаграм, если он, конечно, вам интересен. Если он вообще хоть кому-то интересен. И мою группу в АК, где вы по доброте душевной, или просто при большом желании, или если вам все точно понравилось, можете поддержать мой канал рублем. Буду очень благодарен. Также обязательно в вашей соцсети выкладывайте ваши рецензии к фильмам. С хэштегом сходил я значит на. И какие-то из ваших рецензий я вставлю в титры следующего видео данной рубрики. А у нас спойлеры. Когда-то очень-очень-очень давно король Артур с Мерлином при помощи Экскалибура победили ведьму Ниме. Разрубив ее на части и спрятав куски в разных местах. Уже в не таком далеком прошлом у одной семьи ведьмы украли ребенка, Элис. А вместо нее оставили подменыша. Семья, заподозрив неладное, вызвала Хэла. И тот раскрыл обман, показав истинное лицо подменыша. Им оказался свин Груанох. И, затаивший обиду свинье, удалось сбежать. Но спустя много лет свин вернулся с жаждой мести. И, узнав про королеву, он нашел и собрал ее. Тут же по ходу событий становится ясно, что Хэллбой является одним из потомков короля Артура. Хэлл находит Экскалибур, но понимает, что если достанет его, то станет причиной Армагеддона. В конце же Хэлл встречается с ведьмой. Достает меч и при помощи отца, переборов темную сторону, снова рубит ту на куски. Да и, кстати, ведьма убивает хряка. В первой сцене после титров нам намекают на появление Эйбрахама. А во второй то, что Нимуэ это только начало. Ну вот, в принципе, и все. Весь спойлер. Как итог, я знаю про косяки фильма, я знаю про его рваность, где-то несвязанность, где-то ляпы. Но, блин, он мне все равно понравился. Тут уж извините, я ничего с собой поделать не могу. Сидя в кинотеатре, я просто наслаждался происходящим на экране. А если же вам понравилось данное видео, то повторяться не будем. Лайк, подписка, инстаграм, вк. А я же вам пожелаю только интересных сюжетов и никогда не судите по внешности. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok